Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Групповые занятия на свежем воздухе под руководством тренера. В областной столице проходит акция «Самара» в движении. Главное, чтобы люди получили свои квартиры. Глава региона Вячеслав Федорищев провел штаб по вопросу восстановления прав дольщиков. Сколько в регионе проблемных объектов и какие приняты решения, расскажем в сюжете. В Рио губернатора Вячеслав Федорищев провел штаб по вопросу восстановления прав дольщиков. Он отметил, что во многом отчеты и реальность расходятся. Нашел много интересных несостыковок. Хотел бы сегодня, чтобы мы в нашей работе придерживались объективной информации. На сегодняшний день, согласно докладу в Рио-министра строительства Алексея Веселова, в Самарской области из Федерального реестра проблемных исключены все объекты. А в региональном перечне числится 10 проблемных домов. Руководитель области Вячеслав Федорищев призвал не делать принципиальной разницы между дольщиками из федерального и регионального реестра. Он взял под личный контроль проблемные долевки. Среди таких ЖК «Новая Заря». Некоторые его дольщики ждут ключи, а теперь и выплаты по своим квартирам с 2005 года. Арбитражный суд Самарской области, а за ним и 11-й арбитражный апелляционный, вынесли решение в пользу дольщиков. Однако фонд развития территории пока не осуществил выплаты, оспаривая решения в вышестоящих инстанциях. В Рио-министра строительства и дольщики «Новой Заре» обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в решении вопроса с директором фонда. Вячеслав Федорищев отметил, что на следующей неделе будет работать в правительстве, необходимо договориться о встрече. На территории Самарской области сейчас 11 потенциально проблемных объектов, два из них в зоне высокого риска. В Тольяттинском ЖК «Ставрополь» работы выполнены на 95%, однако застройщик перестал участвовать в завершении строительства и не выходит на связь. Из регионального реестра проблемных объектов вскоре может быть исключен дом на улице Димитрово, 74А в Самаре. В ближайшее время ожидается ввода здания в эксплуатацию, выдача ключей планируется осуществить до 1 сентября. В завершении встречи Вячеслав Федорищев выразил принципиальную позицию по финансированию объектов долевого строительства. Главное, чтобы люди наконец-то получили свои квартиры, отметил глава региона, пообещав применять к недобросовестным застройщикам жесткие меры. Светлана Кудрявцева, События. Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с коллективом Фонда защитники Отечества и проконтролировал, какие меры по решению особо острых проблем приняты. Теперь бойцам, вернувшимся с СВО с ранением, предусмотрена единовременная выплата. Такая же мера распространяется и на семьи погибших. На данный момент выплаты произвели 70% участников специальной военной операции. Самарская область первая начала оказывать подобные меры. Также глава региона рассказал, что создадут специальный фонд по поддержке участников СВО. В Самаре все больше горожан проявляют интерес к военной службе по контракту. Отмечается, что такое желание у людей возникает в том числе и благодаря информационной акции «Военная служба по контракту в войсках России. Твой выбор». По словам Алексея Савченко, начальника пункта отбора, спрос вырос в связи с тем, что обострилась международная обстановка. Подполковник добавил, что жители Самарской области понимают необходимость защиты своей родины и близких. С этой целью они и идут на контрактную службу. В настоящее время очень разнообразный, будем так говорить, поток именно людей к нам на пункт отбора, либо военные комиссариаты. И те, кто служили по контракту, и те, кто служили по призыву, и те, кто не проходили военную службу, и те, кто проходили службу федеральных органов институционной власти. Мы всем подберем воинскую часть, в том числе по профессии, приобретенной по полученному образованию. Поэтому ждем, обращайтесь к нам. Чтобы записаться на военную службу по контракту, достаточно прийти в городской пункт отбора, что находится по адресу улица Ленинская, 147, или военкомат по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт и военный билет. Потом необходимо пройти тестирование и медицинскую комиссию. Там же специалисты предоставят открытую информацию об условиях прохождения военной службы, включая денежное удовольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомним, что в Самарской области по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева суммарная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы увеличена до 1 миллиона рублей. Будущие специалисты речного флота, 119 выпускников Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, получили дипломы об окончании учебы. Торжественная церемония вручения прошла на аллее памяти городской набережной, посвященной июнгам Великой Отечественной войны. Поздравить выпускников собрались родители, преподаватели, а также первые лица города и региона. Подробности в сюжете Ксении Бакановой. Дмитрий Алямкин готовится покорять водные просторы. Юноша с детства знал, чем он хочет заниматься. Перед глазами был пример. Отец Дмитрия трудится моряком. Поэтому сын решил пойти по его стопам. Закончил речной университет с отличием. Теперь строит планы на будущее. Есть, конечно, небольшая долька печали, потому что все-таки прощаюсь со своим любимым филиалом и иду в плавание скоро. И меня это вообще не пугает, потому что сейчас у нас проходы все современные, много мер безопасности. Поэтому ничего страшного чаще всего не случается. Дмитрию и его однокурсникам вручили билет во взрослую жизнь. В этом году ряды речного флота пополнят 119 выпускников. Поздравить их собрались родители, преподаватели, а также депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Я желаю всем вам успеха. Я желаю всем вам удачи в той нелегкой службе, работе, которую вы себе выбрали. Я желаю, чтобы время, проведенное на стенах нашего филиала, воспоминали, как самые лучшие дни, годы своей жизни, мысленно возвращаясь туда. Профессия, которая дает очень большие перспективы. Профессия, которая всегда востребована. И профессия, которая очень нуждается наша страна. Я искренне желаю вам крепкого традиционно флотского здоровья, удачи, успехов, дальнейшего роста, поступления на высшее образование и всех благ, как говорят на флоте, 7 футов под келем. Торжественная церемония прошла в символическом месте. На набережной, на аллее памяти, посвященной юнгам Великой Отечественной войны. В памятной стеле возложили цветы. Вот к монументу каменному срок, когда приходит памятная дата, с волной крутой склоняется вино, под рокот набежавшего оката. Самара – это сердце России. А наша главная артерия – широкая Волга с большим количеством притоков – отличное место для подготовки будущих моряков и речников. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. История службы началась 88 лет назад. 3 июля в 1936 году постановлением Совета народных комиссаров Советского Союза была создана Государственная автомобильная инспекция СССР. Сейчас работу госавтоинспекции обеспечивают множество различных направлений. Такие как Дорожно-патрульная служба, Дорожный технический надзор, регистрационно-экзаменационное направление, исполнение административного законодательства, пропаганда безопасности дорожного движения и ряд других. Рука об руку, в огонь и в воду. День семьи, любви и верности, который россияне будут отмечать 8 июля, традиционно считается самым популярным для вступления в брак. Будущие супруги верят, что союз, заключенный в День Петра и Февронии, покровителей семьи, принесет молодым счастье. Сбываются ли ожидания? Наша съемочная группа пообщалась с семьей, которая в этом году отмечает ситцевую свадьбу. В чем секрет семейного счастья, расскажем в нашем сюжете. Одна жизнь на двоих. Дознаватели из полиции Артем и Анастасия Мухина в этом году празднуют первую годовщину семейной жизни. Сегодня они вернулись туда, где год назад поклялись друг другу в любви и верности. Регистрация ребят проходила на площади Славы рядом с памятником Петру и Февронии, покровителем семьи. 8 июля 2023 года, в День Семьи, Любви и Верности, ваш брак зарегистрирован. Вы стали мужем и женой. Супруги любят вспоминать день свадьбы. Некоторые курьезы уже вошли в историю семьи Мухиных. Например, как чуть было не сорвался большой сюрприз от сослуживцев. В романтичном образе жениха и невесты они не смогли распознать полицейских. А Артем и Анастасия еще больше запутали коллег. Когда мы шли уже к месту регистрации свадьбы, к нам подходят люди и спрашивают, а вы сотрудники полиции? Мы как-то очень растерялись, что и опаздываем, бежимся. Изначально не признались в этом? Да, мы сразу говорим, нет, мы не сотрудники полиции. Потом уже вроде как-то мы вспомнили, говорят, конечно, да, мы сотрудники. Потом мы увидели, что съемочная группа присутствует, что представители общественного совета нас поздравили, букетик нам вручили. Это было очень неожиданно и приятно. Да, мы не ожидали никак, что будет проходить в таком формате у нас регистрация. В этом году Общественный совет при МВД России вновь приготовил для молодой семьи сюрприз. Слова поздравления прозвучали прямо во время рабочего совещания. Если люди, носящие погоны, служащие вместе, еще и живут вместе, вы знаете, как это прекрасно? Одни интересы, одно настроение. Поэтому я сторонник того, чтобы браки заключались как раз в зависимости от общей работы. Артем и Анастасия познакомились в учебном центре МВД России в Нижнем Новгороде. Отношения пары развивались стремительно. Через полтора года поженились. Супруги работают вместе. А одна жизнь на двоих еще больше сближает. Развеивая все мифы, признаются супруги. Этот год президентом России объявлен годом семьи. Он направлен на сохранение семейных ценностей и традиций. А заключение брака в День семьи, любви и верности у россиян стало доброй традицией. Она сулит счастье и благополучие. Наши герои Артем и Анастасия. Тому подтверждение. Галина Топилина, Валерий Майоров. События. В год семьи наши корреспонденты спросили у жителей Самары, интересуются ли они историей своей семьи и составлением семейного древа. Да, конечно. У меня тетя сейчас проживает в Аргентине, но тем не менее по всевозможным сайтам она восстанавливает генеалогическое древо. Я ей в этом активно помогаю. Стараемся восстановить сейчас уже на пять поколений назад. Смогли восстановить по отцовской линии ветку. Это меня интересует, но пока средств. А там много надо денег, чтобы узнать действительно реально, откуда мои предки. Там с востока, с запада, может, с Японии или еще откуда. Конечно, это очень важно. Это очень важно знать всех своих предков, помнить их. Очень интересно. Узнавать что-то новое, что никогда не знали о своей семье. Это очень важно. Да, конечно, мы все составили, все интересуемся, да. Мы интересуемся, но не так это просто оказалось, к сожалению. Много уже, когда молодые были, это не придавали значению, а как бы сейчас, конечно, с возрастом-то. Ну так, три поколения я как бы составила, но стараемся поддерживать. На самом деле нет, я этим не занималась никогда и не интересовалась. Если честно, да. Ближе к 50-ти уже хочется туда зайти. Я, в принципе, знаю до третьего колена. Хотелось бы еще поглубже посмотреть, что и как, истоки. Это важно, чтобы передать детям и понимать, кто мы, откуда мы и куда мы идем. В меньшей степени, да, можно сказать, не особо прям специально интересуюсь, но некоторые факты знаю. Интересуемся. Мы активно участвуем всегда в разных таких акциях и семейное древо у нас имеется. Конечно, интересуемся. Я узнавал информацию раньше от прабабушки, от деда я узнаю информацию, но знаю информацию не супер далеко, наверное, до третьего поколения. Очень интересуюсь. Старалась узнать у мамы, бабушки, у теток вообще историю возникновения семьи, историю всех прадедов. Внук заинтересовался. Мы что-то попытались. Дочь даже ходила в архив. Ну и одну сторону как-то выяснили. Очень интересные даже. Такие у нас, оказывается, фамилии многонациональные. Мы не ожидали. Ну а вторая сторона, она из Оренбурга, там все ясно. Оренбургские казаки. Далее, коротко о других темах. Российские банки не смогут в одностороннем порядке без одобрения клиента повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Такой законопроект поддержало правительство. В настоящий момент усилие государства направлено на снижение долговой нагрузки населения. А такая мера поможет ослабить давление на общий уровень закредитованности. Минфин России в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог. Предполагается, что его ставка будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1% пункту в год до 2029 года. После она будет не выше 5%. Это будет местный налог. Вопрос о его введении на территориях и о размерах ставок будут решать муниципалитеты. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. В результате муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 42-х самарских больницах в этом году появилось 97 машин для оказания неотложной помощи. Например, в Самарскую городскую поликлинику номер 14 направили два новых автомобиля «Ладогранта». Они закреплены за отделением помощи на дому. Ранее поликлиника получила 5 машин неотложной помощи, которые также используются для доставки биоматериалов в лабораторию. Машины закупают в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Самой любимой ягодой россиян оказалась клубника. За нее с большим отрывом проголосовали 26% всех опрошенных. Второе и третье места поделили черешня и малина, набрав по 18%. У вишни и черники по 7%. Почти везде последнее место заняла костяника. Любопытна и гендерная статистика. Черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин. Клубники, напротив, женщины отдали больше голосов, чем мужчины. Также мужчины чаще выбирали кизил. В Самарском регионе сохраняется жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до 36 градусов в разных районах области. Медики напоминают, что аномальная жара опасна для здоровья. По данным ВОЗ, в мире ежегодно происходит около 489 тысяч смертей, связанных с жарой. Перегревание организма ведет к тепловому удару, неотложному состоянию с высокой степенью летальности. О причинах возникновения, профилактике теплового удара и первой помощи пострадавшему узнали наши корреспонденты. Повышение температуры тела, нарушение координации, головокружение, судороги – все это признаки теплового удара. Это состояние возникает из-за перегревания организма, в результате чего нарушаются функции жизненно важных органов. В тяжелых случаях это может привести к летальному исходу. В группе риска находятся дети и пожилые люди. Тепловой удар, в отличие от солнечного, может возникнуть при разных обстоятельствах. Тепловой удар, как мы уже сказали, может быть в помещении, не под солнцем, когда нет доступа к жидкостям, кондиционирование. Вот мы с вами здесь стоим, и если вдруг мы будем так повторять каждый день и не будем пить достаточное количество жидкости, возможно, у кого-то из нас даже в тени случится тепловой удар, кто не переносит такую жару. Солнечный удар, он возникает непосредственно, если перегреться на солнце, без главного убора, как мы уже говорили, да, не пить жидкость тоже, но быть под солнцем напрямую, воздействие солнечного удара, света. Тепловой удар может произойти при физической активности. Это называют тепловым перенапряжением. Чаще от него страдают молодые люди и спортсмены, которые занимаются в душных помещениях или на улице в жаркую погоду. Если вы обнаружили у человека признаки солнечного или теплового удара, то необходимо вызвать скорую и начать оказывать первую помощь пострадавшему, говорят медики. Необходимо сразу оценить уровень сознания пострадавшего в спутанном сознании, в обмороке или коме. Нужно повернуть человека на один из боков, левый или правый, это неважно, для того, чтобы не запал язык у пострадавшего. И не случилось апноэ, то есть отсутствие дыхания. После этого сразу нужно человека чем-то накрыть, если это пляж, и отнести в прохладное место и начинать его охлаждать, искать лед. Предотвратить тепловой удар можно с помощью простых действий. Носить легкую одежду и головные уборы. Не находиться в душных помещениях, не сидеть в раскаленной машине и не оставлять там детей. Избегать тяжелой физической нагрузки в жару, пить больше жидкости. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Попробовали себя в роли ремесленников. Воспитанники детского сада посетили библиотеку имени Крупской в рамках мастер-класса «Город мастеров». Своими руками изготовили браслеты и поговорили о книгах. Подробности в нашем сюжете. На столе разноцветные ленточки, а рядом друзья. Аркадий Лощенков учится плести фенечку. Этот браслет – символ дружбы и любви. Мальчик рассказывает, фенечку подарят маме. Интерактивную программу «Город мастеров» посвятили теме различных русских ремесел. Юные гости библиотеки вспоминали сказки про мастеров на Руси. Также поговорили о книжных друзьях. Ребята вообще очень любят делать что-то своими руками. Вот сегодня они изготовят браслет, фенечку, который раньше у древних славян считался оберегом от злых духов различных. У древних индейцев он считался символом дружбы. Так как раньше фенечка называлась у нас браслетом дружбы, то, естественно, мы вспомним еще не только про то, какие раньше существовали профессии в России, но и про то, что такое дружба, и научимся делать друг другу приятное. Мне интересно. Библиотека имени Крупской – площадка, которая летом пользуется популярностью у детей и родителей. Юные гости часто приходят на мероприятия или просто почитать книги. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Парк имени Гагарина подключился к летнему марафону «Самара в движении». Групповые занятия под руководством профессионалов ежедневно посещают как взрослые, так и дети. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировок. Спортивная акция «Самара в движении» – настоящий праздник для жителей города. Сотни людей, независимо от возраста и уровня физической подготовки, каждый день собираются вместе, чтобы провести время на свежем воздухе и насладиться спортивными активностями. Ксения Середенко узнала о тренировках от подруги. Рассказывает, что раньше занималась стретчингом и танцами в закрытых залах, но после того, как попробовала силовые тренировки на свежем воздухе, решила, что будет посещать только их. Замечательно, что самарцев прививают к спорту. И это прекрасно, что есть такая замечательная акция, потому что можно заниматься абсолютно бесплатно. Присоединиться к тренировкам могут все желающие. Занятия идут не только в парке Гагарина, но и в парке «Пятидесятилетие октября», на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут тренировки профессионалы из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Тренировки на свежем воздухе всегда полезны, потому что организм должен насыщаться достаточным количеством кислорода. И это объединяет людей. Причем тренировки бесплатные проводятся каждый день, каждый вечер в нескольких локациях. Площадки будут работать до 31 августа. Время занятий с 17 до 21 часа. Акции организованы городским департаментом физкультуры и спорта. Августина Охременко, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования. В рамках нацпроекта «Демография» с конца 2021 года в целях дополнительной социальной поддержки установлена единовременная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Суммы выплаты 169 тысяч рублей. Для оформления необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Еженедельно по поручению в РИО главы региона руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями. Записаться на личный прием к РИО губернатору Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований, можно через интернет-приемную на сайте вопрос.самрегион.ру. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения и инициативы. Для оперативной обратной связи в графе обращения необходимо указать название организации, а также ИНН, пишет телеграм-канал Самарского района. В связи с временным ограничением движения транспорта на участке по улице Гагарина для удобства пассажиров введен дополнительный остановочный пункт по улице Мариса Тореза в районе дома номер 7А для автобусов номер 24, 34, 41, 53, 56. Остановочный пункт вводится на время ремонтных работ профильных служб, сообщает телеграм-канал железнодорожного района. Муниципальные театры приглашают на заключительные спектакли сезона перед началом театральных каникул. Но жизнь в них не останавливается. Во время летнего перерыва коллективы готовятся к премьерам и фестивалям. В зданиях проходят ремонтные работы, передает телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok